Привет! Всем привет! Ребят, вы на канале Шангайский Мажор. Мы решили с Настей сегодня сделать видос немного по-домашнему. Очень популярные много видео есть на ютубе, как ребята где-то достают бич-пакеты большие, да. В общем, мы с Настей достали все-таки такие бич-пакеты. Значит, у Насти вот такой вот бич-пакет. Я не знаю, я так понимаю, острые? Они все, наверное, острые, да? Да. Вот. И у меня вот такой, собственно, бич-пакет. Данные коробочки лапши стоят около 250 рублей каждая. Не сюда, а туда. Да. Моя стоит 29 юаней, насколько я помню, а Сашина стоит 27. В общем, сегодня мы откроем вместе с вами эти бич-пакеты. Посмотрим, что там внутри есть. Соответственно, конечно же, попробуем их вместе с вами. Мы передадим вам какие наши ощущения. Не знаю, какие будут ощущения. В общем, я думаю, что здесь будет очень острое, и мне будет тяжело это есть. Но я попробую. Настя просто очень любит дошираки в любом виде. Но вот такие бич-пакеты мы, что я, что Настя, кушаем в первый раз. По картинке где-то там. Вот тут понял, что здесь есть какие-то овощи, которые закидывают. Ну-ка, в общем, короче, оно как на... Вот, вот картиночка. Оно, я так понимаю, как на паровом эффекте, да? Вот. Наверное. Но у меня даже картинок никаких нет. Да, у нас даже картинок нет. В общем, берем с вами ножичек и потихонечку вскрываем. Смотрим, что же там. Так, ну что, ребят, вот такие вот черненькие кастрюльки, я бы так сказал. В общем, сейчас будем открывать, смотреть, что там. В общем, ребят, да, вот наложено всякой-всякой всячины. Будем с вами по одному вынимать и показывать. Ложечка, палочки и зубочистка. Цайбао. Цайбао. Короче, это, я так понимаете, любые овощи, да, но зелень в основном, да, вот эти всякие водоросли и так далее. Дальше, что здесь такое? Я так понимаю, это какие-то сухарики. Настя, кто тут? У меня, я не знаю, что это, но это написано для Хоу Го. Это в Китае очень популярная вещь. В большой кастрюле с бульоном, я так понимаю, овощи, мясо, все что угодно и в ресторанах. Я сам делаю, ты сам готовишь, ты сам готовишь. Да, да, да. Так, это сушеное, я так понимаю, либо мясо, да, тоже, либо, в общем, посмотрим. Ну, что-то не написано, что это мясо, данный иероглиф, я что-то не знаю. Где? Да. Это, я так понимаю, это разогревательная вещь, ее раскрываешь, воду туда ложишь и она сама кипит. Серьезно? Да. А, вот, это вот говядина у меня, не роб, это говядина. Чуть это всего много, у меня так мало. Я не знаю. А где инструкция, дайте нам инструкцию. Я что-то не могу понять, на самом деле, куда там что ложишь. Может, у тебя там картинка, у меня там будет картинка. Открываешь, закидываешь маленькую, все. Потом заливаешь водой. Водой, какой водой. Все, в общем, короче, мы разобрались. Ребят, разобрались, да. Да. В общем, вот в эту кастрюльку, которая у вас, основной корпус, да, кладете вот такую штучку. Я так понимаю, она сама в процессе реакции с водой, теплой водой, только не горячей, ну, я думаю, не холодной. Ну, обычно летней водой вступает в реакцию и начинает вода сама кипеть. А сверху, соответственно, вы насыпаете все ингредиенты сюда, вот в эту вот. И вот на эту кипящую воду просто вот так вот ставите. Получается у вас вот так вот. И закрываете крышкой, которая здесь же есть, вот она. Закрываете вот так вот все крышечкой и оставляете это все на 15 минут. Так, я беру сначала сухое, легенькое. Ты что открыла? Ооо. А у него рисовая, а у меня какая-то... Тоже она рисовая, только вот с чем-то. Короче, лапша. Рисовая лапша, вот так вот она выглядит. Получается уже гнездо в синячке. Глухаря. Глухаря. Так, теперь мне что-то... О, боже. А что у тебя много? У меня такого нету. Ооо. У Насти получается больше пакетов, а у меня только вот такие вот штучки. Сейчас покажу. Это как чипсики такие. Вот такое, вот это у меня. Вот такие сухарики и рисовая лапша. У Насти получается намного больше, у нее там вообще просто ничего не влазит. Ну, у нее в принципе осталось, у тебя только одна, да, вот эта вот штучка. Да. А только у тебя мяско там нормальное вроде как. Нормальное мяско вроде как, да. Только мне кажется, она пикет. Ой, а пахнет тушенкой. То есть приятно, приятно пахнет. Приятно пахнет. В общем, я не знаю, ребят, что это такое. Я так понимаю, это там грибы. Это лотос, корень лотоса. Вот он, ребят, корень лотоса, самый популярный. И вот, вот пошло вот это вот все. Это что у нас? Морковка. Морковка. Так, сейчас посмотрим, что у Насти тут. Ну, тут что-то очень твердое. У-у-у, как остро пахнет. Это бульон. А-а-а-а. Приправа. Что-то как-то ее много. А с мясом там идет сладость? Нет. С мясом она точно не идет. Кажется, на острове вы просто пахнет. Мясо одно, потом что-то второе, что-то там отсушеное. Зелень, приправы, грибы. Боже, всего-всего. Ну, и получается у меня вот такой вот набор. Корень лотоса, морковка, картошка, кукуруза, мясо, грибы, древесные, я так понимаю. Вот, ребят, короче, вот это вот теперь полный фарш. Всякой-всякой х... Всящины. В общем, сейчас мы это все будем заливать. Очень много острой еды, особенно сычуанская кухня является особо острой. В Китае, да, в Китае очень много острой пищи, поэтому мы, в принципе, с Настей готовим, стараемся часто готовить дома. Немного продуктов, как бы, есть, которые здесь, в Китае, невозможно достать. К примеру, там, свекла, да, та же, она есть, но ее очень редко где можно найти, только на севере. Поэтому борща мы тут сварить не можем. И аж еще две хвилины, и мы будем жрать. Надо было вместо Павлины Гариной. На, да, да, на китайский голос, кстати, да. Короче, что, мы открываем, нет? Да. Вот так эта красота выглядит. Вот оно готовится у меня. Перца, походу, тут очень много. Даже лидная перца. Да. Мне кажется. Да, ну попробуем. Ребятки, открываю. Так, я не понял, а где корень лотоса там? А что мясо не разварилось? Гошки есть? Ммм, мясо сухое. Горно, вкусно. Надо будет это, готовить, обед полноценный. Ух! У меня чем-то напоминает борщичок. Правда. Я люблю. Вкусно. Мне нравится, по крайней мере. Ммм. 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 Не, спасибо. Я остро не ем. Настя, конечно, пытается что-то тут поесть, но очень для нее остро. Я начался на смы. А кто, насколько это остро? Ммм. Общая, нет. Не плачь. Ммм. Ну реально, смотрите, вот. Даже... Видно, что просто здесь все в красном перце Нанимают губы Так, ну теперь пойдет у нас что? Теперь пойдет грибочек Ой, ребят, не, вот такое точно не покупайте, кто не любит острое Лапшичка здесь вот эта вот рисовая Корень лотоса, кукурузка Грибочки В принципе нормально Есть можно Вот данный советую Вот этот вот, я думаю, Настя тоже не особо советует Ну если кто-то любит прям экстремально острое блюдо, тогда да Я не знаю, но Ну есть можно Ну не знаю, мой точно можно есть Он такой как борщ Кстати, по поводу бич-пакетов Наверное, когда у меня на канале Когда-нибудь станет больше подписчиков Я буду разыгрывать такие все вещи Те же самые бич-пакеты В общем, ребят, вот такой вот у нас обзор на бич-пакеты получился Что я могу сказать? Бич-пакеты, они разные С разными вкусами Прежде чем покупать бич-пакет, вы должны понять, что вы любите действительно Если вы думаете, что так, ну вроде он острый, да давай-ка я попробую острый Вы его можете купить, можете есть, но если вы очень голодны, как была голодная Настя, лучше не покупать, потому что вы им не наедитесь, вы буквально там сможете пару ложечек взять и все Советую, допустим, мой бич-пакет с говядинкой, вообще мне понравился, тебе тоже, по-моему, понравился Напоминает борщ по вкусу Мяско есть, все есть, ингредиенты вкусные, полезные Экспертное мнение эксперта Экспертное мнение эксперта, замечательно Мною были попробованы многие бич-пакеты Китая Из всех из них никакого не нашлось хорошего Самый лучший до сих пор для меня остается это доширак Доширак, он прям вообще идеален Красный доширак, это просто великолепный Но, вот, вот, который я ела, то, ну, это, это, во-первых, он очень острый, и он невкусный Может быть, для китайца, для которого этот вкус нормальный, тогда, да, тогда он может быть... А у них все вкусы нормальные Ну, да, но вот с Сашем он очень вкусный, действительно, кисленький такой, на ней, томатный Вот ему, если из пяти, тоже, ну, своему я ставлю единичь, однозначно, если не ниже Вот, а этому я ставлю, ну, здесь можно не запутать Ну, четверочку, то есть Ну, четверочку, да, вернусь С натягом, там, да, вернусь Ой, собачка Купите, попробуйте, значит, понравилось, я думаю Саша, ты думаешь, его кто-то не пробовал? Не знаю Не знаю, я такую дрянь первый раз съел, я вообще как бы не любитель этой всей херни Вот такой обзор получился, надеюсь, вам понравилось Если понравилось, ставьте лайки Если не понравилось, можно ничего не ставить Пишите комментарии, чтобы вы попробовали Может быть, вы пробовали что-то другое, иное, и вам это понравилось Обязательно напишите, мы здесь тоже сами возьмем, попробуем Можно даже сделать второй обзорчик И еще можете написать в комментариях, что вам еще интересно Может быть, что-то купить, попробовать здесь Обязательно пишите, мы с Настей обязательно это найдем покушаем, делаем для этого видос, в общем мы всегда с вами вы всегда с нами можно кушать? можно всем пока-пока пока